Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днём Конституции Республики. Принятие Конституции 26 июля 1994 года стало важным шагом на пути развития государственности многонационального дагестанского народа. Сергей Алимович выразил уверенность, что в предстоящей избирательной кампании дагестанцы воспользуются своим конституционным правом поддержать достойных, способных выполнить волю народа и готовых отстаивать его интересы. Он также отметил, что сегодня мы переживаем нелегкие времена, пандемия не отступает, уносит многие жизни, пробуя на прочность общества в целом. И поэтому защита жизни и здоровья граждан является высшей задачей. Сергей Меликов выразил уверенность, что с опорой на конституционные ценности жизнь дагестанцев станет более благополучной, комфортной и спокойной. Председатель муфтията Шамиль Алиханов принял участие в заседании с полкома Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Встреча прошла в Дагестане под председательством муфтия Ставропольского края Мухаммада Хаджи Рахимова. Среди присутствующих также представители Духовных управлений регионов СКФО. В рамках встречи выступающие обсудили важность объединения мусульман и необходимость общих решений в ключевых проблемах. Авария, унесшая две жизни, произошла на автодороге Астрахань-Махачкала. Управляя автомобилем Range Rover, 35-летний житель Махачкалы опрокинулся в кювет. В результате ДТП и водитель, и его пассажир от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте. Отмечается, что примерно за 10 минут до ДТП мужчина превысил скорость до 230 км в час, проигнорировал требования сотрудника полиции остановиться и, не снижая отметку на спидометре, продолжил движение. По факту происшествия собран материал для принятия процессуального решения. В Каспийске состоялся военно-морской парад, приуроченный ко дню Военно-морского флота России. По традиции, праздник прошел в последнее воскресенье июля. В мероприятиях были задействованы 30 кораблей, катера и судообеспечения, а также самолеты и вертолеты. Затем военнослужащие Каспийской флотилии продемонстрировали умение действовать в обстановке, приближенной к боевой. В Рио главы Дагестана Сергей Меликов со своей стороны поблагодарил за высокую организацию мероприятия и торжественно вручил отличившимся военнослужащим государственные награды. Отмечу, что празднование Дня Военно-морского флота прошло при соблюдении всех противоэпидемиологических мер. В Гумбетовском районе ведется реконструкция дороги Сагри-Новая-Аргвани. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, дорожники проводят взрывные работы, чтобы расширить дорогу, освободив от скальных пород. В дальнейшем эта трасса будет заасфальтирована. Всемирно известный советский ученый в Дагестане, доктор сельскохозяйственных наук и главный пчеловод страны Владимир Кашковский, приехал в республику, чтобы делиться опытом и знаниями. Есть ли перспективы у дагестанского пчеловодства, выяснял Карим Даниев. Я придумал вот такую систему. И, честно говоря, уже 9 лет я работаю. И хорошая отдача, это вот сейчас уже второй раз я отбираю вот это вот полностью, вот такое вот запечатанное. В тот раз даже эти тоже все полные были. И работать удобно, и зимует хорошо. Нурмагомед и Магомед Гусейн занимаются пчеловодством почти всю свою жизнь. В свое дело они вкладывают душу, иначе здесь никак. Пчелы требуют особого внимания. Бережный уход и своевременное лечение способствуют росту пчелиного роя и урожая. Получается, у меня две гнездовые семья гнездовые. Примается маска, яйца откладываю. А вот эти оба магазинные, и мы собираем. Мы собираем его, снимаем, откачиваем. Это очень удобная система. Сегодня для пчеловодов большой день. На их пасеку близ села Кокашура приехал всемирно известный советский ученый Владимир Кашковский. Уже несколько дней он ездит по Дагестану, общается с местными пчеловодами и делится своим опытом в ведении пасечного хозяйства. Мы раньше с пчеловодами Дагестана связывались по радио, вопросов много задавали. И потом появилась необходимость нам встретиться. Ну, вот уже я в Дагестане второй раз влюбился в эту страну. Я ее до этого знал только по литературе, а никогда здесь не был. Хочу сказать, что потенциал в этой стране большой. Не все использовано для производства меда, воска, перги и остальных продуктов пчеловодства. Приезд ученого в республику организовал Союз пчеловодов Дагестана во главе с Надиром Ахмедовым. На сегодняшний день главной проблемой для кавказских пасечников является падеж пчел. Совместными усилиями они пытаются выяснить причины такой тенденции. Мы пригласили Владимира Георгиевича Кашковского как ученого. Вот, можно сказать, один из последних ученых пчеловодов, практиков. И проблем, проблемы в пчеловодстве Дагестана очень много. Все книги, которые существуют, они не подходят для нашего пчеловожения в Дагестане и в Северном Кавказе. Поэтому от пчеловодов очень много вопросов, когда сталкиваются с какими-то проблемами, с болезнями пчел. Нет источника, откуда взять информацию. Поэтому вот проблема в информационном плане, он нам помогает в решении наших проблем. Вместе с Союзом пчеловодов пасечники планируют написать книгу по пчеловождению на Северном Кавказе. Такая работа крайне необходима из-за уникальных природных условий региона. Все продвижение происходит только от чего? От того, что талант народа в дагестанском пчеловодстве производить мед намного труднее. Вот сколько я тут поездил по горам вместе с ними, я в ужасе, потому что на таких дорогах, а вот такую машину с пчелами провести, это довольно... Они каждый раз рискуют жизнью. В ближайшее время ученый посетит еще несколько пасек в горных и предгорных районах республики, где пчеловоды смогут лично задать вопрос Владимиру Кашковскому. Хотелось поблагодарить, конечно, Владимира Георгиевича, несмотря на свой возраст, несмотря на занятость. Ну, нашел время для нас, для дагестанских пчеловодов приехать. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Проспект Расула Гамзатова украсит шедевры дагестанского изобразительного искусства. Художественно-образовательный выставочный проект «Музей в городе» организован администрацией, управлением культуры, рекламой и музеем Махачкалы. В рамках первой экспозиции проекта будут представлены работы Агустовича, Конопадской, Кагирова, Мусая Сола, Лансире и многих других художников. В будущем представленные на стендах работы будут заменяться новыми в соответствии с важной датой в истории республики, города, страны или будут отображать определенную тематику, например, рассказывать о творчестве великих людей. Я надеюсь, что музей в городе, он будет жизнеспособным проектом, что непременно будет меняться экспозиция, и что мы будем показывать не только наших мэтров, старых мастеров, что мы обязательно покажем художников современных, художников, работающих в разных жанрах и направлениях. Мы как музей от себя будем стараться подготавливать такой качественный контент к этим экспозициям. И, конечно, хотелось бы, я уверена, что и воплощение дальше уже, то, что от нас не зависит, оно тоже будет на хорошем, высоком уровне подано, и люди через какое-то короткое время уже будут знать, что есть такая живая экспозиция, есть такое пространство, где они могут соприкоснуться с вот такими музейными, элитарными, ну или просто, может быть, музейными произведениями. Самое лучшее, что можете сделать вы, это дать нам обратную связь, потому что все, что мы делаем, это делается в первую очередь для жителей нашего города, для гостей нашей столицы. Мы, более того, будем постоянно обновлять контент, и хотелось бы знать, работы каких художников вам были бы интересны, вообще, что, какое направление живописи интересует вас. И вообще, я думаю, что мы должны понимать, что город – это наш общий дом, и все, что там происходит, это должно осуществляться в некой коллаборации. Вместе с вами администрация города хочет создать такое культурное пространство, в котором мы бы комфортно существовали. Приглашаем вас всех на проспект Расулла Гамзатова и надеемся транспорировать вот эту нашу акцию на другие парковые зоны нашего города. Боксер из Баба-Юртовского района выступит на Олимпийских играх. Альберт Батаргазеев – член национальной сборной России по боксу, мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион страны в полулегкой весовой категории, чемпион Азии по WBA. Глава района Даниил Исламов с напутственным словом обратился к боксеру и пожелал земляку удачи, упорства, хладнокровия на Олимпийском ринге, выразил надежду на первую для родного района Олимпийскую победу. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин